Издательство «Эксмо» представляет Безопасный биохакинг Как прокачать весь организм без вреда для здоровья Кирилл Маслиев От автора Эта книга, как ковёр, соткана из множества нитей, Из истории, исследований, жизненного опыта и более 20-ти летней практики В различных уголках земного шара Вам судить, прочным и красивым он получился Или это лишь начало нашего с вами шёлкового пути Большинство хочет жить долго и счастливо И, конечно, чтобы болезни обходили стороной Тем не менее, мы с большей радостью купим вкусную пиццу, Чем заплатим за профилактический визит к врачу и сдачу анализов Отчасти выбор понятен Вряд ли от прокола иглой или нравоучения врача Захлестнёт волна дофамина, того самого гормона удовольствия А вот от кусочка пиццы, секса, тортика или ароматной чашки кофе Уж точно да Кстати, о пользе или вреде кофе Вы узнаете в соответствующем разделе этой аудиокниги Цель же книги – увеличить у вас выработку дофамина от её прослушивания Ведь позитивные эмоции и исследования ЗОЖ определённо добавят несколько счастливых лет жизни Здесь нет воды и ненужной информации, от которой засыпаешь через несколько минут По крайней мере, про саму воду всего несколько идей Здесь всё самое точное о биохакинге, здоровье и долголетии А ещё самые свежие, новые данные мировой науки И, конечно, мы обязательно обсудим несколько мифов, связанных со здоровым образом жизни Не обещаю, что после прослушивания вы сбросите вес Избавитесь от вредных привычек и станете моложе на 10 лет Но точно будете чувствовать себя лучше и зарядитесь энергией Ведь здоровье – неотъемлемая часть успеха и счастья А ещё – активного долголетия и гармоничного образа жизни Биохакинг – с чего всё начиналось Признаюсь, изначально была идея написать книгу о биохакинге Ведь это один из самых модных трендов времени Проводятся конференции, вебинары, лекции И даже заседания аналитического центра при правительстве Российской Федерации На которые меня как-то пригласили в качестве эксперта Все хотят разобраться в этом неизведанном, таинственном мире Который обещает дорогу Граалю, дарующему вечную молодость Безусловно, и мне это интересно Всегда тянуло к познанию современных передовых достижений науки И возможностей медицины для улучшения качества жизни К тому же мне было крайне любопытно узнать секреты долгожителей Особенно тех, кто в течение всей жизни хулиганил на полную катушку Вот, например, замечательная Жанна Кальман Французская сверхдолгожительница, старейшая из когда-либо живших на Земле Умерла в возрасте чуть больше 122 лет При этом курила в течение 95 лет Съедала горы шоколада и регулярно употребляла вино Быть может, тогда весь ЗОЖ — это большой раздутый миф? Или есть какие-то секреты биохакинга, позволяющие без опаски Также хулиганить и прожить в здравом уме ясной памяти до 122 лет? Помню, как в конце 90-х, будучи студентом в поисках заработка Я попал на слет биохакеров в Олимпийский Да-да, так и было Сотни людей заполнили огромный зал с буклетами и блокнотами в руках Регулировали поток подающих надежды проводников биохакинга того времени Девушки и юноши с большими белыми значками на груди с надписью «Хочешь похудеть? Спроси меня как» Хэба-Лайф Как бы забавно это ни выглядело, но то были действительно биохакеры того времени Шли годы, Хэба-Лайф утратил свою актуальность Появились новые тренды и течения, электронные площадки и масс-маркет Любая красивая банка на твой вкус От цинка, мелатонина до окситоцина Ай-Хэрб – пять заветных букв и промокод в мир долголетия Тот же корень, что и Хэрба-Лайф Хэрб Складывалось впечатление, что он ключ к сердцам людей, желающих прожить долго и без болезней Что поменялось за это время? Да, собственно, ничего Тот же спрос на долголетие, что и три тысячи лет назад Со времен рождения китайской медицины и те же продавцы Только раньше это был знахарь с набором секретных целебных трав и птичьего помета А с продвижением науки и появлением цивилизованной коммерции Стали появляться целые корпорации со штатом профессоров, академиков И сборников научных статей, убеждающих в необходимости приема тех или иных волшебных пилюль Уже в XIX веке Браун Секар Действительно великий французский физиолог, невролог Создал уникальный рецепт омолаживающего коктейля На основе экстракта бычьих семенников Уколы из которого он успешно применял среди своих пациентов Волшебство с благоговением шептали многие Резонанс был невероятный Один за другим в газетах стали появляться заголовки о победе над старостью Желающих приобрести столь многообещающий лексир Было не меньше, чем сейчас желающих купить новый айфон в день его первого релиза Прошло более 150 лет Медицина победила множество смертельных заболеваний Изобрели антибиотики, которые не только спасали людей от целого ряда болезней Но и косвенно повлияли на увеличение продолжительности жизни Кстати, интереснейшая история связана с таким препаратом, как рапомицин Изначально открытый как антибиотик, он перешел в категорию препаратов иммуносупрессоров А также противоопухолевых препаратов Сейчас же ученые всего мира изучают его как лекарство от старости Связано это с тем, что рапомицин блокирует в клетках белковый комплекс под названием МТОР Одна из его важнейших функций – активизация роста клеток, их размножение Все эти процессы, во-первых, могут приводить к бурному размножению и росту раковых клеток А во-вторых, к накоплению внутриклеточного мусора Блокируя МТОР – мишень рапомицина Мы замедляем темпы роста клетки, отдаляем старение Но у рапомицина существует огромное количество серьезных побочных эффектов Что не позволяет использовать его у людей в качестве волшебного средства от старости К счастью, есть ряд других методов, которые способны тормозить МТОР Но об этом чуть позже Интересно, что не так давно австралийские ученые провели исследование Чтобы определить временной предел жизни человека без применения достижений медицины Тщательно изучив геном, специалисты из Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Выявили, что продолжительность жизни выросла за последние 200 лет более чем в два раза Благодаря достижениям медицины и изменениям в образе жизни Так, сам по себе естественный предел для человека – всего 38 лет Медицина и образ жизни Эта книга как раз об образе жизни Который, основываясь на множестве медицинских исследований Улучшает как продолжительность жизни, так и ее качество Ведь можно жить до 95 лет, впав в маразм и деменцию А можно в 90 лет водить автомобили, обыгрывать в шахматы 60-летних юнцов Какой из этих вариантов выбрать, каждый решает сам Я голосую за второй И тут самое время вернуться к одиозному биохакингу Что же это такое? Единой общепризнанной формулировки я не встречал Само явление старое, а слово новое – модное Для меня биохакинг – это оптимизация наших физических, ментальных возможностей Увеличение их потенциала и, в конечном счете, улучшение самочувствия На основе глубокого понимания физиологии человека Биохакинг – это отчасти пересечение науки и искусства Искусство работы над индивидуальными особенностями организма Мы все разные Нельзя просто взять и изобрести одну волшебную таблетку, как в фильме «Область тьмы» Примешь эту таблетку, и твоему мозгу позавидуют все вместе взятые интеллектуалы мира Даже искусственный интеллект признает свое безоговорочное поражение Невероятный прирост производительности труда В десятки, сотни раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok